А, ну надо, ну я стараюсь подойти к цветке. Он потом снимет, да, вы никуда не помните. Мы делаем паузу? Еще раз, да, еще раз. Он просто останется, а вы начнете с него отвечать. Говорите, про кувшинку? Да, только никуда не отползайте. Я немножечко тут это вспотну, потому что в оранжереем это 5 градусов. А потом тут закрыты уже форточки. Сам сейчас буду раскрываться, как кувшинка. Добрый день! Вы на канале Европланд и в ботаническом саду Петра Великого. А точнее, в его викторной оранжереи. Помните, мы записывали зимой сюжет о том, как сажается Виктория Амазонская. И обещали вам обязательно вернуться, когда она зацветет. Сегодня мы совершенно так же стихийно здесь оказались, потому что внезапно вышли небольшие послабления. Ботанический сад заработал. И мы решили одним глазком заглянуть. И решили задать несколько вопросов. Здравствуйте, Полина! Здравствуйте! Здравствуйте! Полин, сегодня мы тут видим, Виктория цветет аж двумя цветами разного цвета. Это одно и то же растение? Оно меняет цвет или это разные цветы? У Виктории цветок меняет свой цвет. И даже если здесь посажены два растения, то один цветок, он действительно в разные дни, разного цвета. Причем цветет он недолго. На первые сутки, обычно вечером, он открывается белоснежно-белый. Потом он закрывается, и на вторые сутки, тоже обычно это бывает по вечерам в природе, он открывается розового или красного цвета. Так как сегодня у нас два цветка, то мы видим редкое зрелище, что два разноокрашенных цветка одновременно. И с утра, когда мы пришли на работу, а сегодня первый день работает после перерыва оранжереи ботанического сада для посетителей, было два приоткрытых цветка. Причем тот, который сейчас красного цвета или темно-розового, он был под 45 градусов в лепестке, белый, совершенно белого цвета. И он закрывался в 12 часов дня, он был закрыт. А потом пошло второе раскрытие. И сейчас, вы видите, там уже практически нет белого цвета. Ну вот да, наконец-таки нам повезло увидеть легендарное это цветение. Но у вас еще тут много-много разных других кувшинок. Это же все кувшинки, я правильно говорю? Ну, Виктория, она не кувшинка. Это свой самостоятельный отдельный род. Род Виктория, названный в честь английской королевы в свое время. Но когда ее впервые для науки открыли европейские ученые, Эдуарда Пеппенко, немецкого естествоиспытателя, считают первооткрывателем Виктории среди европейцев, сначала ее описали как новый вид кувшинки. Конечно, она близка, она похожа. Но потом совершенно справедливо выделили в особый род. Ну а так как ученый, который выделял в новый род, был англичанин, то и род был назван в честь английской королевы Виктории. Полина, расскажите, у вас же появилось какое-то новое водное растение, которое растет в этом бассейне. Вот что в этом году, какие новинки могут увидеть зрители? Ну, сейчас проще всего увидеть листики, которые немножечко пугают. И растение это называется эвриали устрашающее, потому что у нее очень колючие листья с обеих сторон. И снизу они очень фиолетово-насыщенного цвета. Но сверху тоже они не зелененькие, а такого бордового оттенка. Эвриали цветет обычно под водой, если выглядывают цветки немножко над поверхностью. А пылители ей не нужны. Это клистогамное растение, ну, самоопыляющееся. Поэтому чаще всего под водой, без радости для нас, она цветет. И в этом году, говорят наши садоводы, уже дважды собрали семена. И она будет еще цвести и будут ее снова сажать. Ну, когда придем, мы сможем увидеть цветочек под водой. Это вообще доступно или мы только увидим устрашающие листики? Сам цветочек-то будет? Ну, может быть, там где-то и есть. Может, нам и повезет. Отлично. Вообще эвриали интересно еще и тем, что это третичные реликты. На территории нашей страны в третичных отложениях в огромном количестве семена этого растения находят палеоботаники. Вместе с семенами кубышки, кувшинки и других водных растений. Ну, это настоящая такая диковинка. Я думаю, что нигде мы больше, по крайней мере, в Петербурге, я не знаю, есть ли в Москве это растение, нигде больше в другом месте не увидим. Ну, не знаю, надо спрашивать коллег. Может быть, у них в садах и есть, это я не могу сказать. Затаническая редкость. Ну, в принципе, у нас она была лет 20 назад, а потом был перерыв. И вот в этом году она снова появилась в коллекции. А вот эти вот фиолетовые, прекрасные лавандовые цветы, которые у вас царствуют, потому что, ну, когда все приходят, думают, что вот эта Виктория-то как раз так и цветет, а это же совсем не она. Вы имеете в виду синие-голубые цветы? Да, вот эти вот красивые, огромные, вот вылезающие из воды. И тоже в серединке вместе с Викторией. И тоже в серединке. На глубине двухметровой. Это кувшинка гигантская, родом она из Австралии. И если не видеть Викторию, она действительно выглядит гигантской по сравнению с другими видами кувшинок. Полина, скажите, вообще, какие растения, помимо кувшинок, можно у вас здесь посмотреть? Я смотрю, есть лотосы. Конечно. Каждый год у нас цветут лотосы. И для некоторых посетителей это особый цветок. Они приходят ради них. Ну, конечно, лотосы нельзя сказать, что намного красивее кувшинок немфей или там Виктория. Красота вещь субъективная, относительная. Кому что кажется красивым. Но лотос, как растение знаменитое с древних времен, естественно, притягивает наши оранжереи, посетителей. И они цветут с мая месяца, все лето. Вот, я о чем говорю. И сейчас тоже цветут. Если нам не повезет с Викторией, то уж лотосами мы точно сможем полюбоваться. Да, да. Мы всегда утешаем посетителей, которые не увидели цветок Виктории, тем, что лотос они обязательно увидят в нашей оранжереи. Ну и вообще, наверное, вот в этом павильоне достаточно много собрано растений, красивых и цветущих. То есть, в принципе, все, кто выберут экскурсию по водному маршруту, не останутся разочарованы. Потому что огромное количество цветов находится как и в водоеме, так и вокруг него. Тут же достаточно большая экспозиция. Правда? Конечно. И большая, и интересная. Но надо сказать, что многие водные цветковые растения цветут очень скромно. И поэтому во многих бассейнах вы можете видеть маленькие, это еще не очень маленькие, беленькие там, или другие не очень яркие цветки. Но те, которые самые эффектные, самые большие, они находятся в этом круглом старинном, самом большом среди европейских оранжерей в ботанических садах. Круглом. Сене. Круглом, да. Вот самая эффектная красота собрана именно здесь. И никто не разочаруется, придя к нам на водный маршрут, который работает каждое лето и плюс начало осени. Приглашаем всех в ботанический сад. Приходите, мы работаем каждый день. Кроме понедельника. Кроме понедельника, с 10 до 5. Все правильно? Да. Добро пожаловать. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok